Всем привет, ребята, мои маленькие разводники. Итак, сегодня надо высадить новый запущенный аквариум производителей Урами. Желтых и синих. Дальше посмотрим сейчас, есть или игра, или нет. Ну и в общем, говорят, что-то посмотрим. Всем приятного просмотра, хорошего дня и приятного настроения. С вами Александр. Итак, первым делом, ребят, посмотрим на личиночку скалярии. Смотрите, сколько ее есть. Черные точки это вся скалярия. И хорошо она развивается и со дня на день поплывет. И болтыхается артемия, чтобы ее кормить. Какие-то налеты на стеклах образуются, не пойму от чего. Но только как только личиночка поплывет, я ее пересажу в чистый аквариум, чтобы не было вот этих налетов и вот этой всякой-всякой нехорошей штучки. Дальше, ребят, смотрим на производителей Тернеции. Тернеция не пойму почему, но не хочет нереститься. Но, скорее всего, причина в том, что маленькая температура, 26 градусов. Ну, в принципе, должно бы было быть достаточно, но что-то они не нерестятся. Для стимуляции быстрейшего ихнего нереста я подменю еще 50% воды на свежую. И, ребят, барбус-вишенка тоже не хочет нереститься, не знаю почему. Или это дни какие-то с этим давлением, или не пойму. Но самочка, вот самец, прекрасно работает вот этот. Вот, избил вот эту самку, что аж плавники потрепанные. Вот видите, как он за ней гоняет. Но я сейчас эти пары буду убирать. И в дальнейшем, ребят, я хочу переделать вот эти вот сетки. Так как они не плотно пристают, потому что, когда новые, они идеально работают. А когда вот сейчас уже потрепанные стали, они плохо работают. И я это все дело хочу переклеить на стекло. Вот, только вот размеры нерестовичков у меня разные везде. Но, что-то более оптимальное я придумаю и склею. Хочу, чтобы вот эта вся штучка была стеклянная, а поверху была сетка. И эта пара, вот как можно видеть, вон там прячется. Достать не могу. Снова они вон там внизу где-то. И надо сейчас вот этих, вот этих производителей надо убирать барбуса вишню. А тернецию подстимулируем. Сейчас вот этим всем займемся, а дальше увидим. Вот, ребят, воду слил и вот сейчас заливаю новую отстоянную. Как можно видеть. И по барбусам вишенки. Вот один аквариум уже убрал, а во втором есть немножечко икры. Совсем немножко, штучек так пять. Сейчас вот эту икринку уберу в какой-то контейнер из моих. И увидим, сколько ее есть. Даже подсчитаем. В общем говоря, ребят, переставил я вот этот вот аквариум с икрой вот сюда вот. И убрал я три икринки. И, ребят, убрал одну личинку. Скорее всего, они отнерестились еще в первый день. Я не заметил этого. Так как вот эта сетка моя нехорошая, не особо хорошая. А барбус вишневый, как метает икру, он метает в одно место. И отнерестилась вот эта пара, что дальше была, чтобы постоянно самочка застрягала там внизу под сеткой. Надо переделывать сетки, и тогда будет счастье, чтобы очень хорошо видеть дно аквариума. И, ну, посмотрим, что с этого получится. Потому что пробовал я сцеживать самочек. У самок икры нету. И вот видите, они отнерестились. Даже не видно эту икру, потому что она очень-очень уж больно мелкая. Временно поставлю я вот сюда вот. Пускай созревает. Увидим, или будет что-то, или нет. Получается три икринки и одна личинка. И, ребят, приступаем сейчас к дезинфекции вот этих вот нерестовичков. И иду я вылавливать, ребят, вот в этот вот аквариум производителей Гурамыча. Слева или справа нету особой разницы, так как будут синие и желтые производители. Желтые производители у меня сидят вот тут вот. Я еще думаю, здесь три самца, одна самка. Сейчас кого-то я отсажу. Потому что три гнезда из пены я уже здесь видел одновременно. И пускай они не нерестятся, так как рыбка заканчивается. И надо что-то продавать. Особенно жемчужные. Синяких еще чуток есть. Вот с этого отсека, ребят, я убрал желтые мурами. Убрал пару. Сейчас покажу, куда. И свято место не бывает. Пусто, как говорится. Сюда отсажу, скорее всего, завтра уже коридоросов золотистых и коридоросов крапчатых. Потому что начинаются проблемы и губка очень быстро забивается. Здесь фильтрация помощнее намного. И будут они здесь жить. И уже не проплывают вот через эти вот сеточки. Также, ребят, вот убрал. Еще осталось у меня два самца. Где-то покупал, не помню где. И взял вот с моих вот этих вот побольше самочки две. Они поедут в дом. Сейчас покажу, куда. И сейчас иду за синими гурамками. Также, вот, ребят, дезинфицирую аквариумы, чтобы надолго это не откладывать. Потому что они накапливаются. И потом все сразу не... Как удобно, но времени отнимает много. А так быстро все сделал и все. Вот, ребят, в правом отсеке в этом аквариуме будут жить желтые гурамки. А в левом отсеке будут жить мраморные синие обычные. Пошел я за синими гурамками. И также выпустим вот эти желтые. Сейчас покажу, где они будут жить. И вот в этом вот аквариуме эти желтые гурамки будут жить. Здесь подрастает производ скалярий. Уже как бы начинают формироваться пары. Здесь семь штучек или восемь, я уже не помню. И барбусня. Самцы. И одна самочка желтая закистованная. Также вот смотрите, какие мраморные гурамки. Они в своем брачном окрасе. Вот такие вот почти аж черные. Это красота. И где-то здесь обитает самочка. Она прячется от них. Я даже вот смотрю, вот этот вот побитый самец. Что-то у него на плавнике желтый, красный аж. Значит, что? Значит, вот этот вот лидер. И этого самца будем брать на производ. А вот и самочка выплыла. Вот такая вот красавица. Увидим, конечно же, или они отнерестятся. Но, в общем говоря, я думаю, отнерестятся. Сейчас вот стабилизируется температура. И буду убирать синих. А желтые пускай поживут здесь. На всякий случай. Мало ли что. Чтобы пара не пропала. В общем говоря, запас. Так как вот сейчас сомики крапчатые приболели. Я их лечу. Но что-то с этого толку никакого нет. Сейчас буду этим всем заниматься. Смотрите, ребят, как я эту воду всю скаламутил. Проблема была в доминирующем самце. Так как он уж больно шустрый. Вот так вот накаламутил слегонца. И желтые гурамычи вот уже осваиваются. Только что-то Барбусня за ними гоняет. Не пойму почему. Но они осваятся. Им будет все хорошо. Барбусня за всеми гоняет. Я вот так вот смотрю. И так вот дубасит. Надо выключить свет сейчас. Чтобы они все успокоились. А то загоняют мне гурамок. Совсем думаю Барбусню отсюда убрать. Чтобы не травмировать рыбку. А просто садить вот лабиринтовую рыбку. Которой не надо особо много кислорода. Так как растений тоже много. И как можно видеть ребят. Вот детки снова нарастают. На этих старых старых стрелах эхинодоруса. Также пока вот так вот заросла криптокарина. Не знаю как она называется. И все все растения в принципе пошли в рост. И тот такой вот капитальный. Людвигию болотную только недавно вот сострих. И вот пошли ребята с вами выпускать гурамочей. И пришло время выпускать вот эту вот прекрасную рыбку. Уже все стабилизировалось. Температура и все такое. Воду подменил. Вот сюда решил. У меня оставался еще один самец. Решил к этой самке. Но размеры как можно видеть ребят. Самка в два раза больше за этого самца. Но увидим. Возможно что-то и будет с этой рыбки. Также выпускаем вот желтый гурамок. И будут они себе жить. Здесь и плодиться. Я надеюсь в скором времени на это все дело мы посмотрим. И этих тоже. Вот такая вот прекрасная рыбка. Как кому? А мне нравится. Еще бы хотел какие-то виды конечно. Но это все в будущем. Есть и целующиеся гурами. Ну в общем говоря множество. И вот такие синие но с точками. В будущем будем что-то докупать. Но надо так сказать расширяться. И ребят немножечко о биологии вот этого аквариума. Вот смотрите. Коряги обрастают мхами. Но уже начинает это все дело восстанавливаться. Так сказать. Водорослевая вспышка. Водоросли бактерии. Здесь чистая вода. Совсем новая. Свежая. Нигде не было. И вот так вот это все дело происходит. Даже вот криптокорины. Можно видать. Вот здесь листочек. Как можно видеть. Он с легонца пропадает. Но это все дело восстановится. Также вот в этот отсек хочу забросить немножечко анцитрусов штучек 5. Чтобы они это все дело подъедали. Сюда я уже забросил. И также коридоросов заброшу на производ. Пускай подрастают. Гурамычам они мешать не будут. Так как вот они строят пену. И мы все это дело будем вместе с вами убирать. Биология в этом аквариуме понятна. Посмотрим еще ребят на вот это. Как можно видеть. Все отлично. И скорее всего я дальнейшие запуски буду так и делать. Половина воды со старого аквариума. Старый грунт. В общем говоря только новая губка была. Но это все дело справляется. И отлично, отлично это все происходит. Здесь никаких проблем в этом аквариуме нет. Также ребят вот тут все вот это дело уходит. Как можно видеть растения очищаются. Немножечко подмен делаю. Но по чуть-чуть, 5 литров в день, так сказать, убираю вот эту вот органику, что оставляет анциструсы. Но их здесь стало намного меньше. Потому что 40 штучек я сегодня продал. Вот рассадил урамычей полностью поло и аквариума, так как я себе задумывал. По соседству возможно посадить какую-то рыбку, так как это не будет мешать совсем не арестованной урамы. Урамыча будут желтые, жемчужные и обычные мраморные синие. Только надо еще сейчас убрать. Только нет времени, конечно. Скорее всего это будет уже завтра. Уберу уж гурами жемчужных. Потому что там уже скопилось ило и надо сделать подмену. Но это примерно я здесь не делал подмену уже недели две. Потому что, ребят, я смотрел то икра, то шапку построят, то это все. Но икры в основном не было. Так бы я ее убрал в какой-то нерестовик. И мы вместе с вами это все делаем инкубировать. Вот, скалярка уже со дня на день поплывет. И надо будет ее кормить. Это хорошо, очень хорошо. И это меня радует. В общем говоря, ребят, как-то так. Всем приятного дня. Хорошее настроение. Не забывайте про лайки, комментарии. Обязательно отвечу на все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok